Сергей, пожалуйста, Вам слово. Таким процессом обмена, в том числе и опытными знаниями, я расскажу о международных стандартах больше и, скажем так, я изучил и Ваше законодательство, поэтому в рамках Вашего законодательства поговорим о процессе анализа коррупционных рисков, как его осуществлять, но если у Вас будут какие-то походы, вопросы, пожалуйста, задавайте, будем вместе общаться и будет интересно мне в том числе, как у Вас это все происходит. Значит, и второй вопрос, сразу хочу сказать, что я из Украины, Вы уже слышали, поэтому, может быть, мой русский не всегда будет идеальным или понятным, поэтому уж не оценивайте меня там очень строго в этом плане. Если что-то будет непонятно, просто переспрашивайте и будем дальше с Вами общаться. Тема очень интересная. Честно говоря, я проходил профессиональный тренинг по оценке рисков, по сертификации, международной сертификации в этом направлении, и он длился целую неделю, а здесь у нас есть всего лишь два часа, чтобы с Вами пройти весь этот процесс, но я надеюсь, что мы его очень эффективно с Вами пройдем, и Вы и я будем довольны результатом сегодняшнего дня. О чем мы с Вами сегодня говорим? Мы сегодня с Вами говорим об управлении коррупционными рисками в деятельности организации. Почему? Что такое вообще коррупционный риск? Мы сегодня поговорим. Почему, скажем так, нужно им управлять? Но идея, в принципе, управления рисками, риск менеджмент, она родилась не совсем из темы коррупционной. В организациях, в основном в бизнесе, все давно уже поняли, что управление рисками, всеми видными рисками, очень важно для того, чтобы повышать свою эффективность и, скажем так, не упасть по дороге во время роста какой-то конкретной компании. Это же касается и государственного органа. Мы, когда выходим на улицу и, в принципе, понимаем, что есть риск дождя, то мы с собой берем зонт. То же самое касается и, в принципе, работы компании. Если мы понимаем, что есть какие-то риски, то нам нужно принять и запланировать меры для того, чтобы устранить этот риск или минимизировать. Итак, начнем с того, что управление коррупционными рисками. Почему еще термин управления? Значит, в разных странах по-разному этот термин употребляется. В законе у вас есть анализ коррупционных рисков. В Украине, например, это называется оценкой коррупционных рисков. Ну и анализ и оценка коррупционных рисков – это составляющие процесса управления коррупционными рисками. Мы об этом поговорим дальше. Я вам расскажу, почему именно управление, а не просто анализ или оценка, потому что это составляющие. В чем три основных ключевых момента, которые мы должны, в принципе, с вами понимать с самого начала? Это то, что управление коррупционными рисками – это целенаправленная скоординированная деятельность работников по выявлению и устранению конкретно коррупционных рисков. Это цикличный процесс, то есть каждый следующий цикл, он должен учитывать результаты предыдущих. Поэтому это не процесс, который заканчивается в минуту, когда вы провели оценку коррупционных рисков и составили какой-то документ или план действий. Она продолжается, потому что вы постоянно мониторите, постоянно смотрите в следу, которая может изменяться ввиду разных обстоятельств, о которых мы сегодня тоже поговорим. И еще один очень важный момент по управлению коррупционными рисками, который нам нужно глобально понимать – это то, что координацию всей этой работы осуществляет уполномоченное лицо или комплаенс-офицер, представитель комплаенс-службы или другой человек, который работает в сфере антикоррупционного комплаенса под контролем руководства органов власти. И тут очень важный момент как раз включения руководства, я о нем два слова еще чуть-чуть дальше скажу. О чем мы сегодня говорим? Мы говорим об управлении рисками и эта работа, как я вам уже сказал, это не придумали, эта работа уже давно осуществляется в компании. И даже есть международные сертификаты, международные, скажем так, стандарты, которые четко рассказывают такие базовые шаги, как осуществлять риск-менеджмент в компании. Вот я вам представил три международных стандарта. Есть и другие стандарты по риск-менеджменту, есть австралийские, новозеландские стандарты, как определять риски. Но это то, чем в принципе пользуются большинство стран в мире. Это ESO 3100, где четко прописаны все шаги и весь цикл управления риском. Мы сегодня о нем поговорим. 310010 рассказывает про методы оценки риска, то есть какими методами можно употреблять для того, чтобы более качественно определить те или иные риски. Это может быть просто какое-то, например, интервирование в некоторых рисках. Это может быть даже лабораторные какие-то исследования специальные проводятся, если риски этого требуют. Потому что все вот эти ESO, которые я сейчас вам предложил на слайде, это ESO, которые относятся не только к коррупционному риск-менеджменту, а в общем к риск-менеджменту. То есть оценки всех рисков работы организации. Причем в любой организации эти ESO, они применимы как к государственному сектору, так и к частному сектору. Ну и последнее ESO, это как раз ESO по системе менеджмента противодействия взяточества. Это такое основоположное ESO, которое рассказывает, как обеспечить качественный антикоррупционный комплайенс любой организации. Как в ВОЗ в секторе, так и в частном секторе. Очень важный момент здесь, что здесь тоже есть часть по оценке рисков и как она должна внедряться в компанию. Но очень важный аргумент и очень важная часть этой работы по оценке рисков – это тон сверху. Я очень недолго на этом остановлюсь, просто эта проблема есть в Украине, я думаю, что она есть в других странах, может быть, она присуща и вам. Очень часто в организации, особенно государственного сектора, выявление рисков – это требование законодательства. И большинство руководителей не понимает необходимость сами по себе, внутри себя, не понимает необходимость проведения этих качественного проведения эффективного центра коррупционных рисков и проводят ее исключительно из-за того, что такое требование есть в законе. Поэтому руководители очень часто ставят задачу своим подчиненным быстро закрыть этот вопрос, поставить галочку, сделать оценку рисков, свести документ, поставить его на сайте организации, что мы это сделали и, в принципе, двигаться дальше, потому что у руководителя другие цели, задачи, TPI и другие результаты он хочет показать. Но международные стандарты говорят о том, что, особенно в бизнесе, каждый директор компании понимает, что без оценки рисков завтра компания, если риск реализуется, хотя бы один, если он серьезный, то завтра компании этой, в принципе, может уже не быть. Поэтому для бизнеса это очень важно и руководители компаний сверху показывают всему персоналу компании, что они не далилируют коррупцию, что они будут делать очень много действий для того, чтобы предотвращать коррупцию и транслируют то, что работа с оценками рисков, это работа не только для какого-то комплаенс-офицера или для одного человека, а это работа для всех руководителей, в основном структурных подразделений, ну и, в принципе, для всего персонала. В том числе руководитель транслирует, что кодекс этикета тоже очень важный элемент и так далее. То есть все, что касается интегрити на английском, он старается своим всеми действиями показать для персонала и тогда весь коллектив понимает, что если приводится оценка рисков, то она очень важна для организации, потому что она важна не только в части зарабатывания денег, а и, в принципе, и каких-то репутационных рисков, особенно это касается как раз госкомпаний. Две минуты, я прерву вас. У нас сейчас очень хорошая возможность для внедрения вот этого правильного тона сверху, то есть этого лидерства в антикоррупции со стороны руководителя, потому что, как Ольга заметила, и мы все хорошо знаем, что есть требования об отставке руководителя госоргана, если подтвердился факт коррупции и подчиненный был осужден за коррупционное преступление, поэтому когда, как не сейчас, развивать как раз вот внутри госоргана антикоррупционный комплайнс, который основан как раз на оценке рисков. Поэтому я думаю, что сейчас для Казахстана прям это уникальная возможность наладить этот процесс, и ваш опыт будет очень полезный. Но вот тут у нас участники обращают внимание, что у нас уполномоченные поэтики из госорганов, и просили бы сконцентрироваться именно на оценке рисков именно для госоргана, это тоже понятный вопрос, и дальше мы будем об этом говорить. Ну и дальше по обязанностям комплайнс-офицера и так далее, тоже Сергей в своей презентации об этом расскажет, и мы после презентации или во время презентации еще затронем этот вопрос. Поэтому сейчас, пожалуйста, да, больше про комплайнс, антикоррупционный комплайнс в госорганах. Ольга, спасибо. В принципе, вся презентация посвящена госорганам, поэтому, коллеги, я представитель госоргана, поверьте, наша основная работа в Украине, нашего органа касается как раз антикоррупционной работы и комплайнса государственных органов, и презентация, и кейсы, посвященные госорганам. Поэтому не переживайте, оно все в госорганах. Какой ключевой момент я хотел сказать изначально, что стандарты проведения церкви коррупционных рисков, они применимы как в государственном секторе, так и в бизнесе. Поэтому никаких проблем нет, если вы берете стандарт и с ним работаете в частной компании, или у вас же есть там субъекты квази-государственного, правильно, квази-государственные, поэтому можно так же и так же само в них проведите церкви рисков. Вернемся к закону. И в законе о противодействии коррупции есть конкретная норма, восьмая, которая говорит о том, что в стране должна проводиться и внутренняя, и внешняя оценка рисков. Мы сегодня, как вы просили, я уже видел в комментариях, сконцентрируемся как раз на внутренней оценке рисков, на то, что делают как раз работники внутри своей организации. Внешнюю оценку рисков проводит специализированный орган, и он не касается совершенно работы в середине органа, я имею в виду, не затрагивая полномочия работников конкретной организации, это все проводится силами отдельного специализированного органа. Что касается внутреннего анализа коррупционных рисков, то это задание конкретно каждого государственного органа, поэтому мы сегодня с вами поговорим, как правильно эту оценку у себя в органе провести. И для этого есть утвержденные типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, это было утверждено приказом Пациентка Агентства Республики по противодействию коррупции, которое более детально рассказывает, как проводить анализ коррупционных рисков конкретно в организации. И мы, он абсолютно соответствует, скажем так, международных стандартам, единственное, что он очень, мне показалось, скудненько описывает все процессы работы с интеграционными рисками и проведение всей этой оценки, поэтому я вам дам чуть больше информации, чем та, которая есть в ваших типовых правилах, что вам поможет, мне кажется, сделать это более эффективно и более качественно. Ну, в принципе, это основная структура управления коррупционными рисками. Это основной такой слайд, мы будем возвращаться. Самая главная работа по оценке рисков в средине. То есть вы видите такой в средине овал, где написано оценивание риска. Но для того, чтобы качественно провести оценивание риска, вся вот эта система, она, скажем так, она должна играть полностью и быть взаимосвязана во всех процессах. Это цикличный процесс, если вы увидите, то после завершения всех процессов, когда мы обращаемся к мониторингу и анализу, вы видите, сверху стрелочка идет назад, это говорит о том, что это абсолютно цикличный процесс. На мониторинге и анализе не останавливается работа, провели мониторинг и анализ, и из этих же выводов, которые сделали в мониторинге и анализе, мы начинаем опять анализировать среду органов и дальше оценивать новые риски или оценивать те меры, которые мы запланировали для того, чтобы их предотвратить. Итак, что у нас есть? С левой части на слайде у вас есть, значит, первая часть работы по управлению коррупционными рисками, это обмен информацией, консультацией, сбор, скажем так, информации. Это все очень важно для среды, для выявления среды органов, мы об этом сейчас поговорим, там, где мы будем общаться и узнавать, кто у нас заинтересованный в стороны, как с ними работать, как у них брать информацию. Дальше идет процесс идентификации коррупционного риска, анализа риска и оценивание самого риска. Но дальше очень важные процессы, которых нельзя забывать. Это влияние на риск, то есть, что, какие меры мы запланировали для того, чтобы устранить или минимизировать этот риск. И очень важный аспект управления рисками – это документирование и отчетность. И обратите внимание, что вот эта вся цикличность, она также завязана на этом документировании, потому что если мы хотим, чтобы мы… Обычный пример. Мы, анализируя среду органов власти, увидели, что в прошлом году 45 было обращений граждан по конкретному, очень похожей ситуации о коррупции в органе. Мы провели оценивание риска, мы, значит, запланировали какие-то мероприятия, мы через какой-то период времени провели мониторинг и видим, что в прошлом году, что в этом году уже у нас обращений намного меньше, у нас их 15, а не 45. То есть наши меры дали свои результаты. Но все это возможно исключительно, если мы качественно документировали и все прохождение оценки коррупционного риска, и мониторинга, и анализа, что дало нам возможность потом проанализировать результат нашей работы. Поехали дальше. К этой схеме мы будем, в принципе, возвращаться по ходу нашей с вами работы. Итак, я видел, вы дискуссировали и задавали вопросы по поводу роли, вашей роли в организации и о том, что у вас в полномочиях нет прямой функции о том, что вы проводите оценку коррупционных рисков. Так вот, типовые правила по проведению анализа говорят о том, что руководитель определяет конкретно лицо уполномоченное, которое будет проводить оценку коррупционных рисков в организации. В основном, как правильно сказала Ольга, это в основном уполномоченные, которые люди, которые занимаются любыми антикоррупционными вопросами, этическими вопросами и другие. Но нужно здесь очень сильно понимать, что роль этого лица это не совсем проведение полной, полноценной оценки коррупционных рисков, потому что это очень тяжело для одного лица, если особенно большой орган провести такую качественную оценку. Поэтому закон и, в принципе, типовые правила говорят о том, что руководитель назначает или лицо, или подразделение, или рабочую группу для того, чтобы провести качественный анализ коррупционных рисков. И здесь и международные рекомендации, да и мы, в принципе, в Украине уже давным-давно увидели, что качественный анализ антикоррупционных рисков может быть проведен исключительно, если это комиссионная работа. Это не задача уполномоченного лица одного. Почему? Потому что в органах госвласти есть очень много функций и очень много бизнес-процессов, которые, в принципе, те работники, которые функции осуществляют, делают. И не всегда уполномоченное лицо знает о всех абсолютно процессах очень детально, которые в этой конкретном органе происходят. Поэтому очень важно, чтобы в эту группу входили руководители структурных подразделений, для того, чтобы они смогли четко подсветить, оценить, подсказать, где есть коррупционные риски в своих же функциях, в своих полномочиях. Потому что с опытом я вам могу сказать, что комиссионная оценка рисков намного более эффективна, чем когда она проводится абсолютно одним лицом. Поэтому когда у вас в органах будет становиться вопрос о оценке коррупционных рисков, то если вы руководители или вы работники и будете вовлечены в этот процесс, пожалуйста, донесите информацию до руководства о том, что, чтобы качественно провести эту работу, нужно как раз сформировать группу из руководителей структурных подразделений, которые донесут информацию о конкретно своих рисках и своих полномочиях. Что делает комплайнс офицер? Значит, он отвечает организационно за процесс, он привлекает внешних и внутренних заинтересованных сторон. Мы о них тоже сегодня поговорим более детально. Он исследует внутреннюю и внешнюю среду, органа власти. Он координирует оценивание коррупционных рисков и разработки, значит, мер, направленных на их устранение. И тут, опять же, я вам хочу сказать, координирует, не делает это лично в компании. Если, еще раз повторюсь, каждый руководитель структурного подразделения более детально знает о своих каких-то проблемных моментах и рисках. Поэтому как раз работа комплайнс-офицера или уполномоченного лица координировать эти процессы, чтобы все качественно все описали. Дальше подготовка, ведение, мониторинг и оценка исполнения аналитической справки. Это тот документ, аналитическая справка, это тот документ, который составляется в конце проведения анализа коррупционных рисков и указан в ваших типовых правилах. Обеспечение обмена информацией по управлению коррупционными внешними и внутренними заинтересованными сторонами. Вот видите, мне здесь еще был совет, написан это украинские реалии. И инициирование, просто пересмотры, результаты анализа коррупционных рисков. Если уполномоченное лицо видит, что была проведена оценка рисков и есть какие-то меры, но эти меры через, например, полгода не дают каких-то своих результатов. Или у нас меняется среда, меняется, например, законодательство, которое, скажем так, не помогает, а наоборот, скажем, ухудшает ситуацию и может быть добавляет каких-то коррупционных рисков, обязательно нужно пересматривать результаты анализа коррупционных рисков. Это постоянный процесс. Итак, когда мы сейчас начнем с вами уже входить более детально в работу по оцениванию коррупционных рисков, то мы начнем с подготовки. когда если вас назначат уполномоченным лицом, то опять же с опыта работы в Украине мы уверили, что для того, чтобы качественную работу провести по оценке рисков, нам нужен рабочий план. Вот пример рабочего плана, его нет в ваших законодательных документах, но это просто пример того плана, который мы даем работникам государственных органов для того, чтобы они качественно подходили к исполнению своих задач и уполномоченное лицо, если это глава той рабочей группы, которая занимается оценкой риска, мог контролировать выполнение конкретных задач работниками группы. У вас в законе написано, точнее, в типовых правилах, что оценка рисков, анализ рисков проводится на протяжении 30 дней, и этот термин может быть продлен на 15 дней. Поэтому как раз для того, чтобы вы четко успели в строки, которые поставлены законодательством, и очень будет вам в помощь такой рабочий план, где вы можете, как видите на слайде, написать, какие конкретно объекты оценки коррупционных рисков, какие функции вы оцениваете. Вот пример мы написали по управлению государственным имуществом. Дальше мы пишем источники информации, это может быть законодательство, это дальше может быть, мы будем говорить про заинтересованных сторон, про внутрешних, внешних, и там же можно как раз выписать, кто, например, с кем общается, кто проводит интервью, кто заполняет анкету, кто анализирует эту анкету, когда мы даем уже. Здесь можно четко прописать конкретные действия лиц, которые проводят оценку рисков в рабочей группе, распределить задачи и контролировать выполнение четко этих задач. Также можно прописать конкретные методы оценки, как я вам уже сказал, лица и, в принципе, строки. Такой план однозначно нужен в наших, например, в нашем законодательстве и методологии в Украине, он введен как обязательный, поэтому у госоргана нету, в принципе, и возможности его не сделать, единственное, что мы помогаем качественно этот план оформить или подсказать, какие правильно там, какие объекты оценки коррупционных рисков или функций нужно взять в том или конкретном случае. Когда мы с вами подходим, уже подготовили план, мы, в принципе, с вами определили группу, у нас есть приказ, у нас есть план работы, мы начинаем, вот если мы вернемся к слайду по, вот сейчас я его включу, мы начинаем с того, что мы начинаем оценивать и анализировать среду органов власти для того, чтобы дальше идти вниз и оценивать риск. И вы видите, чтобы для того, чтобы оценить среду органов власти, нам и слева, и справа нужна информация. Слева это обмен информацией и консультацией, справа это мониторинг и анализ тех результатов оценки риска, которые были проведены раньше и те меры, которые уже были запланированы и действуют сейчас. В первую очередь нам нужно определить заинтересованных сторон. И тут есть внутренние и внешние заинтересованные стороны. Причем заинтересованные стороны могут быть как в позитивном плане, так и негативным, например. В позитивном плане это могут быть работники или руководители в организации, которые хотят, чтобы эта конкретная организация достигла успеха. А есть некоторые недоброжелатели, которые, может быть, не хотят или конкуренты для того, чтобы не хотят, чтобы та или иная организация достигла результата. Это не деление на внутренние и внешние, потому что те или другие могут быть на стороне внутренних и на стороне внешних. Здесь распределение такого характера. Внутренние и внешние это те, в принципе, субъекты, на которых работа организации влияет или они влияют на работу этой конкретной организации. Поэтому они называются заинтересованными сторонами. Внутренние это могут быть и руководители, работники структурных подразделений аппаратов и работники территориальных подразделений. если мы говорим о внешних это могут быть все граждане, если это государственный орган государственного масштаба и они часто обращаются например для получения разрешений или еще чего-то. Это могут быть другие органы власти и их территориальные подразделения с которыми этот конкретный орган взаимодействует. Это могут быть уполномоченные лица внешних заинтересованных сторон, это могут быть общественные организации, какие-то ассоциации, которые также работают в сфере деятельности этого конкретного органа. Это конечно же средства массовой информации, потому что очень часто граждане уведомляют именно средства массовой информации о каких-то конкретных нарушениях, потому что они не верят например в то, что ассоциальные органы могут предпринять какие-то меры, а здесь они хотят какой-то овласке той или иной ситуации, что по их мнению придаст более эффективному расследованию того или иного дела. Поэтому очень важно тоже разговаривать. У нас например в Украине очень развит институт журналистов и расследователей, с которыми мы тоже общаемся для того, чтобы получить какую-то информацию по коррупционным рискам того или иного органа. Это юридические лица и контрагенты по договорам, то есть это деловые партнеры, с которыми тот или иной орган заключают договора. Это могут быть международные организации, которые работают в сфере деятельности органа и в том числе в сфере антикоррупции, когда международные организации проводят какие-то специальные аудиты, мониторинги или эти международные организации просто сами сотрудничают в рамках каких-то конкретных проектов. Ну и другие партнеры, все, кто, как я уже сказал, всех, кто, на кого влияет работа конкретного органа и те субъекты, которые сами по себе могут влиять на работу этого органа, это заинтересованные стороны как раз в этом процессе. Когда мы определили стороны, нам нужно с этими сторонами пообщаться по поводу среды работы каждого конкретного органа. И среда включает в себя внутреннее и внешнее. внутренняя среда говорит о том, что функции, процессы и деятельности органа это, в принципе, ключевое, то, что должно оцениваться. Это функции и процессы, мы о них поговорим дальше, почему нам нужны и функции, и процессы. Дальше мы должны оценить ресурсы, это то, что есть в организации, средства, движимое, недвижимое имущество, кадры, корпоративные права и другое. Также мы анализируем организационную структуру органа обязательно, мы должны посмотреть, насколько эффективна та или иная организационная структура, правильно ли в подчинении есть специальные структурные подразделения, ну и естественно мы должны посмотреть на организационные, договорные и остальные связи внутри органа. Это то, что касается внутри. Это отчасти всегда легче, потому что вся эта информация она есть в середине организации и она чаще всего качественно может быть оценивана. Когда мы говорим о внешнем, мы часто оцениваем, мы можем оценить какие-то правовые, самая ключевая внешняя среда это правовое, это то, от чего не зависит работа организации. Если мы можем допустим в организации увидеть, что структура не супер эффективна и влияет на появление каких-то рисков, мы ее можем внутри организации очень легко изменить. Если у нас есть процедуры, процессы и функции в середине организации, которые мы видим имеют коррупционные факторы, мы тоже их можем легко изменить. А вот внешне это то, что нам изменить очень тяжело. И первое это правовая основа деятельности той или иной организации. Это нормативно-правовая база. Если у нас есть закон, есть конкретно такая норма, то мы все понимаем, что мы должны ее выполнять и очень тяжело будет ее изменить. В принципе, то же самое мы смотрим на политические, культурные, экономические и, в принципе, другие акценты для того, чтобы определить внешнюю среду. Ну и так далее. То, что я уже сказал, мы обязательно должны спросить у наших деловых партнеров о наших договорных отношениях, обязательствах пообщаться, выполняем ли мы или не выполняем, или, может быть, есть коррупционные риски в том, что не выполняется какой-то договор конкретно из-за того, что должностное лицо в компании препятствует выполнению качества этого договора. Ну и, опять же, взаимосвязи с внешними заинтересованными сторонами и органами, в том числе с другими органами власти и представителями бизнеса. Это что касается средств. Есть вопросы, вопрос отличный, спасибо большое за такой отличный вопрос. Он в следующем. если приказом руководителя госоргана создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, есть руководитель, заместитель и члены группы, кто несет в конечном итоге ответственность за качество проведенного анализа. Ну, предположим, анализ показал, что рисков нет, все хорошо, все в зеленой зоне. Нет ни желтых рисков, ни красных рисков, все хорошо. И тут кто-то из сотрудников госоргана попадается на коррупции или вскрывается какая-то коррупционная схема. Естественно, возникает вопрос превенции коррупции, что было сделано для того, чтобы не достичь вот этого ситуации, вот этого положения. И ответственность. Кто на практике, может быть, ваша практика или международная практика, что она говорит? Кто в конечном итоге несет ответственность? Если это комиссионная, комиссионный анализ, это ответственность всей комиссии или чей-то личной, или ответственность руководителя госоргана? Спасибо большое за вопрос. Хороший вопрос, действительно. Ну, первое, скажу, что в Украине, например, есть конкретная норма в законе о предотвращении коррупции, о том, что руководитель должен обеспечить качественную оценку коррупционных рисков и анализ коррупционных рисков. То есть, у нас в законе руководитель органа отвечает конкретно за то, чтобы эта оценка была проведена. В международных стандартах это зависит от ситуации и компании, если это бизнес или госкомпания. В основном, если это госсектор, это руководитель. Если это бизнес сектор, там может быть руководитель, может быть какой-то член правления, который за это отвечает, может быть какое-то конкретное подразделение. Что касается работы по оценке коррупционных И конкретно какой-то ответственности. Учитывая, что эта работа по оценке рисков, это, скажем так, такая работа как советника. То есть проведенная оценка коррупционных рисков дает руководителю, скажем так, документ, в котором советуют ему принять те или иные меры для того, чтобы те или иные риски устранить. Потому что, я вам скажу так, например, некоторые меры по устранению рисков, они реально очень затратны. Нужны ресурсы для того, что, например, если комиссия написала, что для того, чтобы предупредить взяточество при получении водительского удостоверения, человек, который принимает экзамен, в кабинете человека, который принимает экзамен, должен быть установлена видеокамера. Например, таких сервисных центров или центров по получению водительского удостоверения в стране очень много, и орган должен закупить очень много оборудования, поставить кучу видеокамер, потом сервера, потом людей, которые постоянно будут за этим следить, ну и так далее. Это большой, очень сильный ресурс. И не факт, что у этого органа на этот год есть конкретно этот бюджет и этот ресурс для того, чтобы эти риски устранить. Поэтому руководитель непосредственно сам из ответственности принимает на себя, скажем, ту ответственность за принятие решений. Первое, он должен оценить, качественно с его точки зрения или некачественно была проведена оценка коррупционных рисков. Потому что если нет ничего в желтой абсолютно и в красной зоне, как мы говорим, то в принципе уже можно сказать, что не бывает такой организации, у которых нет никаких рисков. Вообще никаких, абсолютно. Вот. Поэтому с вопроса на ваш ответ это руководитель. Устанавливать ответственность за какому-то человеку за то, что какой-то риск конкретно материализовался у нас нету и у нас в принципе это не присуще. У нас есть ответственность конкретно органа за то, что орган некачественно подходит к оценке риска. Если в средине организации, например, будет доказано, что или проведено служебное расследование и будет видно, что уполномоченное лицо или там группа людей, которые принимали участие в работе с коррупционными рисками, очень халатно подошли к этой работе, то, конечно, это должна быть внутренняя дисциплинарная ответственность в средине органа за невыполнение своих должностных обязанностей. Я немножко ответил. Я скажу коллегам, что у нас вообще руководители госорганов несут ответственность за меры по предотвращению коррупции по нашему законодательству в госоргане. Поэтому, конечно, в конечном итоге ответственность на руководстве лежит. В части комиссионной, я думаю, что да, просто эта работа должна быть сделана настолько тщательно, все риски просчитаны и учтены, потому что на самом деле без такой работы и при нашей статистике коррупционных преступлений, конечно, возникают вопросы потом. Кстати, еще одно я добавлю, очень важно, учитывая то, что вы, как участники тренинга, я так понимаю, по своим должностям, или принимаете участие в анализе коррупционных рисков, или потенциально можете принимать участие в анализе коррупционных рисков, можете быть назначены руководителем. Поэтому очень важный момент в процессе, это то, что я сказал с самого начала, это документирование, для того, чтобы показали, что вы, в принципе, сделали все, что могли, для того, чтобы качественно оценить этот риск. Вы проанализировали, и вы установили и заинтересованные стороны, вы учили среду, вы качественно проанализировали риск и предложили меры. Когда у вас все было задокументировано, что у вас был план, люди, строки, и метрологически вы все правильно прошли, то, я думаю, претензий к вам не будет, даже если риск материализируется тому, потому что, скажем так, меры, не всегда все меры, которые были предприняты, они 100% этот риск уничтожат. Ну и вообще в международной терминологии есть такое понятие «остаточный риск». То есть риск, который, в принципе, никакими мерами никогда не может быть убит при той ситуации, которая сложилась в том или ином органе или компании. Да, я дополню просто, Сергей, нам сейчас надо несколько динамичнее переходить к самим сферам, в которых мы оцениваем риски. А для участников я скажу просто, что, конечно, основная задача – освободить вас от ответственности за совершение коррупционных преступлений в вашем госоргане. То есть задача именно в этом, чтобы на вас не возлагалась ответственность, вы не были назначены, извините, за выражение лицами, которые виновны в том, что какое-то коррупционное преступление совершилось и так далее. Вот поэтому основной посыл в этом, конечно, безусловно, потому что природа коррупции, она настолько, в общем, знаете, мы завтра об этом поговорим, возникает, можно сказать, ниоткуда. То есть и конфликт интересов учтен, и риски просчитаны и так далее. И, в общем, все это только для того, чтобы контролировать этот процесс и немножечко освободить вас от каких-то обвинений, от ответственности. Коллеги, кто спросил в чате по поводу непредоставления материалов для анализа рисков, мы попозже к этому вопросу вернемся, если можно. Это, понятно, очень важный вопрос, но сейчас я хочу передать слово Сергею, попросить его динамичнее двигаться вот прям к самой методике, к самой методологии оценки рисков. Все, идем дальше. Этот слайд, не буду на нем долго останавливаться, это такая шпаргалка. Это те функции и процессы, которые мы считаем наиболее уязвимыми в работе органов. Вы в работе над анализом рисков оцениваете все функции организации, но на вот этих функциях нужно остановиться наиболее детально, потому что мы видим, что с нашей точки зрения эти функции, по международным принципам, здесь очень много может быть зашито как раз коррупционных рисков. И в том числе я видел, я открыл, когда готовил для вас ситуационные задачи, я видел тоже, что по публичным закупкам очень много кейсов и очень много дел уголовных, которые материализировались в Казахстане, поэтому это очень тоже присуще, я думаю, и вам. И очень кратко еще остановлюсь на этом слайде, и мы пойдем дальше. Это источники информации, когда мы заканчиваем уже оценку среды, мы должны использовать разные источники для получения информации. Это может быть анкетирование, это может быть интервьюирование, это обязательно учтение результатов проверок, аудитов, внешних проверок или расследований, которые были у вас в органах. Это обязательно обращение поступившей от организации, от органов или физических лиц, которые поступают о каких-то коррупционных правонарушениях. Этот список, в принципе, он очень похож с тем, что у вас есть в типовом порядке вашем, но мы его немножечко расширили, потому что мы в Украине еще, например, смотрим публикации в средствах массовой информации, в социальных сетях, например, можем посмотреть работников, если они открытые. Мы смотрим на аналитические материалы прошлых, вот у нас называется антигрупционная программа. Это то, что вы тоже должны делать. И один из ключевых моментов, на котором я здесь хочу остановиться, это оценивание нормативно-правовой базы. У вас в порядке написано о том, что как раз внутренний анализ рисков состоит из двух частей. Это, скажем так, антигрупционная экспертиза нормативно-правовых актов и второй – это сам анализ рисков. Про сам анализ мы сегодня разговариваем, а вот про первую часть – это антигрупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Это чуть немножко другое задание. Это задание предусматривает то, что должны быть оценены все нормативно-правовые акты, которые действующие внутренне в организации, на предмет выявления коррупционных факторов. То есть тех норм, которые сами по себе или в совокупности с другими нормами могут привести к какому-то нарушению. У нас в Украине, в принципе, и у вас в Казахстане есть на государственном уровне антигрупционная экспертиза. Я не знаю, насколько вы про нее хорошо знаете, но я вам просто элементарный пример приведу, чтобы вы понимали, что можно искать. Это один из элементарнейших примеров, например. Это, значит, если есть какой-то перечень документов для получения разрешения, и в этом перечне документов есть четкий список документов по названию, а в конце этого списка написано и другие документы. Вот эта вот фраза и другие документы дает возможность чиновнику требовать от гражданина какие-то другие иные документы, которые не предусмотрены порядком, и, понятно, требовать за это какую-то взятку для того, чтобы получить то или иное разрешение. Или не учтены, например, конкретные сроки для получения того или иного разрешения. То есть чиновник может вырвать разрешение через день, а может через месяц. И учитывая, что нет конкретного срока в процедуре, в конкретной процедуре, которая указана в порядке, как в нормативном документе, это уже является своего рода коррупционным фактором. И таких факторов очень много. У нас в Украине своя методология, она публична. Кому интересно, заходите на нашем сайте, в гугле можете даже перевести, она такая лаконичная, четко можно проверить, как проверить, акт внутренний на коррупционные риски. Так, поехали уже по сути. Оценивание коррупционных рисков, там, где мы видели в середине, помните, такая табличка, и там было три шага. Вот первый из этих шагов – это идентификация коррупционного риска. Для того, чтобы коррупционный риск идентифицировать, нужно понимать функцию и процесс. В чем здесь разница? В том, что, например, есть какая-то функция. Например, какой-то орган дает разрешение на какие-то работы. Вот эта вот подача разрешения или выдача разрешения – это как раз функция. А вот как это делается, то есть какой процесс, когда человек собирает документы, какие документы, куда он их подает, с каким должностным лицом он общается, что делает это должностное лицо, что оно проверяет, куда это лицо передает документы для, я не знаю, визирования или, может быть, другому подразделению для проверки и так далее. До конечного момента, когда человек, который обращается в орган, получает то или иное разрешение. Вот это вот все, это процесс. И тут важно понимать, что на каждом шаге этого процесса возможен отдельный свой коррупционный риск. И поэтому очень важно не только отслеживать функции, а и конкретно делить их на процессы. Возвращаясь к самому главному, то, что мы сегодня с вами разговаривали, это коррупционный риск. Да, что же такое коррупционный риск? Коррупционный риск у вас есть даже определение в законе, но на слайде мы его назвали, что это вероятность совершения коррупционного правонарушения, которое повлияет на деятельность организации. И здесь очень важный, здесь ключевой месседж в том, что риск – это не коррупционное правонарушение, это всего лишь вероятность, то есть возможность, которая позволяет в будущем этому коррупционному правонарушению материализироваться. И, может быть, вы спросите, вот вы говорите про управление коррупционными рисками, а риск – это вероятность. То как мы можем управлять вероятностью? Ну, вот такая вот методика употребляется не только здесь, а и в управлении эффективностью и в другими сферами управления компаниями. Поэтому можно управлять рисками, есть методологии, в том числе эта, которая позволяет качественно определить риски, их минимизировать и устроить. Когда мы говорим про коррупционный риск, и для того, чтобы нам его качественно идентифицировать, нам нужно его описать, нужно найти факторы или источники коррупционного риска и предусмотреть меры контроля. Когда мы говорим об определении коррупционного риска, здесь очень-очень важно понимать, что есть два главных момента при определении коррупционного риска. Очень часто люди в организации путают коррупцию с другими правонарушениями, которые не есть коррупционными. Поэтому очень важно, чтобы все члены рабочей группы и все работники в идеале в организации понимали, что такое коррупция, могли отличить какое-то коррупционное правонарушение от некоррупционного правонарушения и понимали, что такое конкретно коррупционное правонарушение. Учитывая то, что у вас в законе написано, что коррупционное правонарушение – это то, за которое предусмотрена как раз уголовная или административная ответственность, то, в принципе, их список очень четкий, их можно выучить. И работа, например, комплайенс-офицера в Украине, в том числе для того, чтобы обучить и рассказать персоналу организации, что такое коррупция и что такое коррупционное правонарушение. Ну и второе очень важное – это то, что нужно определить вероятность, какого конкретно коррупционного правонарушения может произойти в конкретной сфере. Если это, допустим, контрольно-надзорная полномочия, это может быть, скорее всего, взятка. Если должностное лицо распоряжается какими-то, например, государственным имуществом, это может быть совершенно другое коррупционное преступление. То есть нужно понимать, в каких сферах какие коррупционные правонарушения возможны. И вот, в принципе, я предлагаю вам, чтобы вы посмотрели пример коррупционного риска, как он может быть описан. Например, вероятность злоупотребления служебным положением, получения взятки в связи с отсутствием четких критериев определения размера арендной платы и срока в аренду государственного имущества при возобновлении договора аренды. То есть это конкретный риск. Самое главное в определении риска, и очень важное, чтобы этот риск не был описан очень широко. Он должен быть конкретным и понятен. Потому что руководитель органа, он может быть не юристом по специализации, он может быть не четко знать, в принципе, все правонарушения. Поэтому нужно очень четко показать и руководителю, и всем работникам и описать качественно коррупционный риск, не в общих словах. Итак, как же это сделать? Как мы опишем коррупционный риск? Для того, чтобы описать коррупционный риск, мы должны ответить на несколько вопросов. Что, когда, каким образом, при каких обстоятельствах может случиться? Когда мы говорим просто о риске, как о таком, мы берем левую колонку и смотрим, что есть у нас вопрос к, например, проведению внутреннего аудита и, в частности, в оценке правильности ведения бухгалтерского учета, где аудитор может, в принципе, скажем так, быть участником каких-то коррупционных действий. Но как и в каком процессе? Мы описываем четче, вот в правой колонке, описание коррупционного риска. Здесь мы описываем четко ситуацию, конкретную ситуацию, что работники управления внутреннего аудита, то есть конкретно кто и что они делают во время проведения проверок, это когда, могут удовлетворять свои или третьих лиц частные интересы, получать взятку путем фальсификации, то есть конкретно, что они будут делать. Фальсификация, сокрытие, выявление факта нарушения результата в проверке. В таком случае мы очень четко написали описание коррупционного риска. Мы не написали, например, что работники внутреннего аудита могут получить взятку. Точка. Мы четко описываем процесс, где этот риск может материализироваться. Вторым обязательным фактором для того, чтобы мы качественно оценили риск, это факторы коррупционного риска или источники. Из слов в стандарте на английском это слово употребляется как source, переводится как источник, но в разных странах по-разному осуществляется перевод. Мы берем за пример слово «фактор коррупционного риска». Что же такое фактор коррупционного риска? Это обстоятельства или совокупность, способные поощрять, вызвать или допустить возникновение коррупционного риска. Это конкретно то, что, скажем так, помогает этому риску вообще перевести в коррупционное правонарушение. И в этих факторах коррупционных рисках что мы должны конкретно оценивать? Первое – это нормативно-правовые внутренние акты, которые регулируют деятельность органов. Я вам уже в принципе навел пример того, когда есть фактор коррупционного риска заложен в конкретном внутреннем акте. То есть есть у нас процедура выдача какого-то разрешения, и в этой процедуре очень много норм, которые позволяют чиновнику в том или ином случае, скажем так, использовать свое служебное положение для того, чтобы получить какую-то взятку. Практическая реализация процессов государственного органа – это те, скажем так, функции или полномочия, которые работник не делает, а должен делать, или наоборот, значит, делает, скажем так, проактивно. Например, реальный пример из жизни – это когда есть какой-то процесс, даже вот возьмем назад этот пример с разрешением. Если работник получил документы, проверил их, работник органа проверил, подписал и передал своему начальнику для того, чтобы он сделал свою контрольную функцию, еще раз проверил пакет документов, все ли там правильно, и, скажем так, принял какое-то финальное решение. Но руководитель не, скажем так, некачественно подходит к своим обязанностям и не проверяет тот пакет документов, который ему передали. И когда чиновник видит, что его руководитель постоянно просто подписывает документы и никогда не проверяет, что там написано, естественно, у него возникает риск о том, что и в компании возникает риск о том, что могут быть какие-то решения приняты, потому что конкретно исполнитель взял какую-то выгоду, а руководитель не, скажем так, не проконтролировал. То есть тот процесс, который должен быть в органе, он задокументирован, он не исполняется. Или другая ситуация, когда есть конкретный процесс, где указано, что человек, гражданин, присылает пакет документов в орган и ждет ответ от органа, дали ли ему разрешение или не дали ему разрешение. А чиновник, получивший документы, видит, что, например, в этом конкретном пакете документов нету двух составляющих, которые обязательны для того, чтобы получить это разрешение. По правилам этот чиновник должен отказать и указать, что этих двух документов нету, пожалуйста, перешлите нам опять заново весь пакет документов. Но этот чиновник, например, не хочет помочь или не хочет тратить время на это, и он звонит этому гражданину и говорит, слушайте, вы не дослали нам два документа, пожалуйста, приедьте нам их, привезите. И может быть, у него изначально была хорошая цель, то есть чтобы упростить этот процесс и сделать его быстрее и помочь человеку. Но когда возникает непосредственное общение чиновника с гражданином, возникает риск того, что в процессе разговора гражданин может передать какой-то подарок или даже взятку попросить чиновник может для того, чтобы ускорить этот процесс. То есть вот это что касается факторов, которые влияют на возникновение конкретного риска. Ну и, естественно, человеческий ресурс. Мы от этого никуда не уйдем. Это конкретно у каждого человека при выполнении своих функциональных обязанностей может возникнуть желание, скажем так, не заработать на тех функциях или полномочиях, которые ему вводят. Фактор риска. Вот пример вам факторов риска. Мы описали. Есть коррупционный риск по вероятности прямых контрактов должностных лиц органов власти. И мы написали конкретно, какие факторы коррупционного риска. То есть отсутствие автоматической системы принятия и обработки документов. То есть есть персональный контакт людей. Отсутствие возможности получить административную услугу через сайт. Недостаточная контролируемость, за то, что я уже сказал. В том числе неурегулированность и недостаточная линия нормативно-правовых актов и так далее. То есть это... Я хочу, чтобы вы на этот слайд обратили внимание, потому что у вас в практическом задании будет потом задание определить конкретному кейсу факторы коррупционного риска. И третья часть, для того, чтобы мы качественно определили, что же у нас за риск, это существующие меры контроля. То есть мы изначально с вами прошлись... Давайте вспомним, для того, чтобы риск нормально оценить. Мы его описали, очень детально описали сам риск. Потом мы написали, какие факторы, какие источники помогают этому риску перерасти в правонарушение. И третье, мы должны уже знать сейчас, какие существующие меры контроля есть для того, чтобы предотвратить этот риск. Потому что когда мы будем выбирать новые мероприятия по контролю, они, конечно, не должны учитывать те меры, которые уже существуют. То есть есть меры, которые сейчас существуют, они могут быть предусмотрены уже в нормативно-правовых актах. Это то, что я вам сказал. Например, руководитель должен контролировать процессы. Или два. Конкретный... Или... Сейчас, секунду. Или вот пункт два. Это есть конкретные алгоритмы операционной деятельности конкретного услугующего. Например, у него написано, что ты, когда принимаешь документы, делаешь четко один, два, три, четыре, пять, в конкретно каких сроках и как ты это делаешь, кому ты докладываешь и с кем ты разговариваешь. Это помогает устранить, конечно, коррупционный риск. И это является уже существующей мерой контроля, потому что оно уже есть. Это может быть меры внутреннего контроля, то есть проведение внутренних проверок или проведение внутреннего аудита. То есть это то, что уже запланировано. Если вы, например, на этот год запланировали внутреннюю проверку или внутренний контроль, то он не поможет нам обезопаситься, потому что это уже есть в наших планах. Ну и, естественно, помогают предотвратить риски. Это повышение квалификации сотрудников и могут быть и другие меры, которые могут быть запланированы. Вот пример, который может быть тоже частью существующих мер, это визирование проектов, приказов и распоряжений комплайнс-офицеров. Я не знаю, есть ли такая функция у государственных органов, но у нас в Украине комплайнс-офицер в государственном органе по нашему законодательству обязан визировать все проекты приказов. Что это означает визировать? Он проводит ту же антикоррупционную экспертизу проекта акта. То есть есть распоряжение, что, например, назначается на должность такое-то лицо. И уже сразу уполномоченный может проверить, есть ли, например, конфликт интереса. Может быть, это лицо, связанное с кем-то из руководителей конкретного органа. Или, например, идет какое-то заключение какого-то договора. При визировании то же самое у нас ополномоченный может проверить и должен проверить и завизировать этот документ. Если он пишет, что есть коррупционный риск, тогда уже сам руководитель принимает решение, принимать будет риск или нет. Если будет выявлено, что там есть конфликт интересов, то, естественно, руководитель будет нести за это свою ответственность. Это может быть как существующие меры контроля, если это, как у нас указано в законодательстве, так и может быть дополнительные меры контроля, которые, если у вас этого нет, вы при проведении анализа риска можете предложить такую меру контроля для того, чтобы этот риск минимизировать. Коллеги, и в заключении вот этого пакета по оценке риска, идентификации риска, то есть все, что мы сейчас с вами прошли, это первая маленькая часть – идентификация риска. Я вам предлагаю такую табличку. Ее нет в вашем типовом порядке, в типовым правилах. Ее нет, но, опять же, это, скажем так, best practice, который и в том числе и мы используем, который вы можете у себя использовать для своей внутренней работы. Вам с этим будет легче. Вы с этой табличкой очень четко будете видеть, что у вас есть за риск, очень детально описано, с очень детальным описанием. У вас будут факторы риска, и у вас будут конкретно существующие меры контроля. Это так называемый риск-реестр. Только первая его часть – идентификация риска, потому что риск-реестр в международном масштабе, он большой, мы дальше пойдем в анализ риска, в оценивание риска и в меры, которые мы будем закладывать для того, чтобы устранить эти риски. Это все ложится в риск-реестр. Но это самая первая часть. Поэтому, пожалуйста, если вам оно пригодится, я буду рад, потому что мы этим непосредственно пользуемся, и, поверьте, оно нам очень сильно помогает. Сергей, я прошу прощения, я задам вопрос из чата. Это участник нашего тренинга спрашивает, что если, ну, это распространенная ситуация, очень такая типичная, если в рамках оценки антикоррупционных рисков, коррупционных рисков, простите, пожалуйста, был направлен заброс под ведомственную организацию, предоставление материалов, и организация не реагирует, не представляет, и уже испробованы все меры, направленная служебная записка, руководство и так далее. Как по вашей практике, и, может быть, есть какая-то международная, ну, не международные, конечно, стандарты, но у вас что в такой ситуации происходит, кто несет ответственность? И как, я так понимаю, что вопрос о невозможности проведения, собственно, анализа риска в такой ситуации, то есть если нет документации, ничего невозможно понять, отследить и описать сам риск. И тогда понятно, что картина будет неполная. Это очень хороший вопрос, спасибо, очень практичный, поверьте, у нас в Украине такие ситуации тоже возникают, иногда редко, но возникает. Как мы с этим боремся? Первое, самое ключевое, о том, о чем я вам уже говорил, что руководитель организации должен быть на 100% мотивирован и на 100% должен понимать важность качественного проведения риска. Если руководителю государственного органа кто-то может себе позволить сказать, что я не предоставлю документы, то в Украине это маловероятно, честно говоря, потому что этот человек сразу понесет ответственность в рамках служебного расследования. Будет назначено служебное расследование, почему та или она организация, подведомственное или территориальное управление, не предоставляет документы. Второй момент, это то, что у нас в Украине внедрено, это достаточно сильная полномочия у полномоченного лица по антикоррупции в организации. То есть уполномоченное лицо имеет право требовать за своей подписью от всех подведомственных учреждений, организаций и территориальных подразделений любые документы, для которых ей нужны в работе. Если эта организация не предоставляет, то то лицо, которое отвечает, в основном или имеет право подписи, это, скорее всего, глава территориального подразделения или еще кто-то, будет нести ответственность в рамках дисциплинарного статута той или иной организации или его службы и так далее. То есть у нас в этом плане все четко, непредоставление информации – это стопроцентное дисциплинарное правонарушение. Спасибо большое, Сергей. Теперь, да, у нас есть еще практическая работа, поэтому я хочу тоже попросить вас немножечко ускориться. Мы работаем уже третий час, без перерыва. Бегу. Поэтому, да. Я просто рассчитывал на презентацию 2.15, немножко мы задержались, поэтому я постараюсь ускориться. Значит, смотрите, вторая часть, когда мы говорили про оценивание в широком понимании коррупционного риска, мы говорили о идентификации, это мы уже с вами прошли, а вторая часть – это анализ коррупционного риска. И здесь, в принципе, не так все сложно. Нам нужно оценить риск на вероятность возникновения коррупционных рисков и последствия, а потом просто сделать такую оценку. В математической формуле я вам про нее расскажу. Но здесь очень важно, что когда мы анализируем коррупционный риск, нам нужно понять вероятность первого возникновения. То есть, насколько вероятно, что то или иное правонарушение будет состоиться в конкретном органе. Например, если вы знаете, что у вас каждый месяц правоохранительные органы выявляют какого-то сотрудника по единственной схеме, мы понимаем, что вероятность возникновения этого риска в следующем месяце или в следующем году очень высока, потому что у нас каждый месяц регулярно эти риски материализируются. И это будет высокая степень. И низко, если, например, таких правонарушений в принципе никогда не было, и вероятность почти невозможна, потому что в принципе такого никогда в организации не было, и вроде бы все меры по устранению этого риска были учтены. Это что касается вероятности. Второе – это последствия. Причем последствия могут быть финансовые, могут быть репутационные. Особенно это очень важно для, в том числе и органов государственной власти в бизнесе. Это вообще очень важная составляющая, потому что можно потерять очень много денег из-за потери репутации. Но вот вам в примере написано, если это значительные финансовые потери и потеря репутации в широких слоях населения, то это высокий риск. И если не ожидается финансовых потерь, то в принципе риск небольшой. И тут может быть ситуация, например, что элементарный пример вам на виду, разницы, где есть вероятность и где есть последствия. Например, у вас есть ситуация, когда каждый месяц, ну давайте возьмем пограничник, берет какую-то небольшую взятку один, вот и в принципе у вас там раз в месяц правоохранительные органы это выявляют. Но эта взятка очень маленькая и она в принципе никакой проблемы для государственного бюджета в таких широких масштабах не несет. А есть другой риск, когда государственный орган заключает большой международный, например, договор на поставку, я не знаю, самолетов или какой-то техники на миллионы долларов и вот там есть коррупционный риск в том, что компания-подрядчик, она или не добросовестная, у нее есть конфликт интереса, этот контракт может сорваться и деньги уйдут, а качественные товары не поступят в эту государство. Поэтому здесь может быть в первой ситуации вероятность очень высокая, потому что каждый месяц пограничник берет взятку, но последствия достаточно низкие, а вот если мы берем второй кейс, то вероятность того, что это случится может быть в принципе и невысокой, но зато последствия и финансовые потери для госбюджета будут колоссальны, поэтому здесь будет большой итог. Это вам пример, как это в принципе и оценивать. Это что касается анализа, то есть каждый риск, который мы с вами раньше описали, нужно будет оценить. И для того, чтобы, когда мы это проанализировали, мы берем математическую таблицу и умножаем. Балы могут быть разные. Есть и уровни риска. Есть, например, это трехбальный, я вам трехуровневый дал риск, оценку риска. Есть четырехуровни, есть пятиуровни оценки риска. Поэтому это просто для вас, для примера, как оценить риск, насколько он низкий, средний или высокий, так в принципе проще всего. То есть мы множим вероятность, если в первом кейсе у нас вероятность была, там с пограничником, вероятность очень высокая, 3, множим его на последствия, там, скорее всего, будет 1, у нас получается такая цифра. Если мы во втором кейсе, мы наоборот. У нас есть вероятность 1, но у нас есть очень высокие последствия, так же самое умножаем и получаем уровень риска. Коллеги, все ли понятно по оценке риска? Потому что я стараюсь ускоряться. На самом деле это такая очень понятная методология, и тут только, да, надо выбрать эта трехбальная система, пятибальная система. Но я почему-то абсолютно уверена, что в ближайшем будущем наши правила по оценке рисков будут изменяться в сторону их детализации и в сторону их большей повлеченности и вас, и ваших сотрудников в оценку рисков. И они все равно будут по этой методологии работать. Раз уж мы присоединились к Греку, у нас как бы нет шансов не внедрить эту систему. Я бы так это сказала, потому что основа, это основа превенции на самом деле. Поэтому мне кажется, это достаточно такая простая система, и вы ее уже можете внедрять сами, не дожидаясь изменения типовых правил и так далее. Поэтому, ну, в общем, да, это достаточно эффективный инструмент для превенции коррупции. И мы завтра будем говорить еще о правлении конфликтами интересов. Это звенья одной цепи. И, собственно, вы завтра тоже поймете, почему все это взаимосвязано и все идет вот таким паровозиком. Но все начинается абсолютно точно с оценки рисков, с выявления рисков и с анализа рисков. Вся деятельность по превенции коррупции в госоргане, в бизнесе, в судах, где-либо еще. Это все абсолютно начало пути. Ольга, спасибо. И мы заканчиваем нашу теоретическую часть, когда мы с вами, коллеги, уже идентифицировали риски, проанализировали, оценили риск. Теперь нам нужно с этими рисками что-то сделать, потому что мы об этих рисках уже, в принципе, все знаем. И нам нужно выписать те меры, воздействия на риск для того, чтобы риски устранить или минимизировать. И вот конкретные правила для того, как выписывать эти меры, потому что очень часто они выписаны недостаточно правильно, что не дает возможности их качественно внедрять. Потому что очень часто риски выписываются как раз рабочей группой или комплайенс-офицером, я имею в виду риски и меры воздействия на эти риски. А эти меры будут делаться людьми, которые работают в других подразделениях, территориальных подразделениях, в других учреждениях, которые к этой конкретной работе над оценкой и анализом рисков не имели никакого отношения. Они просто получили указание, что была проведена оценка рисков, нужно сделать вот такую вот конкретную работу. Поэтому вот из конкретные правила, четкость, очень четко и понятно, измеряемо нужно написать, что нужно сделать. Мы не можем написать, что просто провести меры по предотвращению коррупции в работе аудитора. Этого будет недостаточно, потому что непонятно, какие меры. Мы разговаривали про кейс-аудитором, но с такими мерами мы этот риск не уберем. Достаточность. Это то, что я уже сказал. Как минимум одна мера влияния на один фактор риска. Нельзя оставлять риски без конкретных мер. Приоритетность. Мы понимаем, что может быть невозможно все меры сделать в этот конкретный момент. Поэтому руководитель принимает решение приоритизировать те или иные меры, беря во внимание то, что риски у нас есть там высокие или низкие или средние. То есть уровень риска мы возьмем за внимание и определить приоритетность. Избежание дублирования мер воздействия существующих мер контроля. Это то, что я уже сказал. Нельзя на существующие меры контроля опять придумывать новые меры контроля. То есть, если есть законодательная норма о том, что должен проводиться там контроль руководителя, то нельзя писать еще раз точно такую же меру, потому что она уже в принципе есть. Последовательность. Это очень важный аспект в том, что очень часто у вас в нормативке написано, что ваш анализ рисков проводится раз в 18 месяцев. Поэтому после истечения 18 месяцев вы должны опять проводить этот анализ рисков. И здесь очень важно, чтобы у нас такая ситуация, кстати, в Украине была, что очень часто нам присылают на согласование результаты оценки рисков с точно такими уже мерами, которые были выписаны пару лет назад. Но мы видим, что результаты они в принципе не дали. То есть здесь очень важно проанализировать результат и эффективность предыдущих мер и посмотреть, работали они или не работали. Если не работали, их нужно заменить. Если работали, окей, их можно оставить, но все равно добавлять какие-то может быть дополнительные меры. Ну и достижимость. Это то, что я вам сказал с учетом ресурсов. Если мы понимаем, что у нас в организации нет ресурсов поставить камеры, то мы придумаем иные методы для того, чтобы предупредить риск, а не оставляем его с учетом того, что мы придумали себе исключительно какое-то видеодорогое наблюдение, на которое сейчас в этом конкретном органе нет ресурса. Ну и мероприятия и меры в устранении коррупционного риска. Для того, чтобы их правильно выделить, вы возьмете как шпрагалку вот эти вопросы и вам будет легче. Вы ответите на вопрос, какие существующие уже меры есть, ли эффективны ли они, необходимо ли улучшать меры контроля и что нужно дополнительно сделать. Отвечая на эти все вопросы, вы очень легко сможете проанализировать, что было сделано и какие меры в принципе нужны. Коллеги, у меня в принципе все по теоретической части. Дальше у нас практически кейс вместе с вами, поэтому Ольга, если есть вопросы... Да, коллеги, если есть вопросы, пишите в чат и в вашу группу в WhatsApp, поэтому мы ждем ваших вопросов. Я предлагаю перейти к практическим заданиям. У нас осталось буквально полчаса до завершения первого дня. Я благодарю вас за терпение и за ваше внимание и за ваши активные вопросы и за активность в принципе. Поэтому давайте мы активно поработаем вот эти полчаса. Мы приняли решение не делить на группы участников, это будут такие индивидуальные задания, поэтому рассчитываем на ваше активное участие и давайте начнем. Супер. Коллеги, для того, чтобы ситуация была близка к вам, это ситуация реальная, которая была взята из открытых источников Казахстана, это реальный кейс. Я хочу, чтобы вы его прочли. И смотрите, пока может быть не читайте кейс, дайте мне буквально две минуты еще, я вам расскажу про наш с вами путь. Я сегодня вам очень много в принципе рассказывал про этот путь цикличный, который проходит работа при управлении рисками, при оценивании риска. Я хочу, чтобы мы с вами его очень быстренько прошли на одном небольшом и не очень сложном кейсе. И вот этот риск-реестр, который мы с вами заполняли по ходу, я вам показывал примеры, я хочу, чтобы мы его вместе заполнили. Заполняя реестр, вы сами почувствуете, насколько вам легко или тяжело определить тот или иной элемент риск-реестра, и может быть у вас в том числе возникнут вопросы. Как мы с вами работаем? Я вам сейчас даю кейс, сверху вы его прочтете, и дальше в нашем риск-реестре мы будем заполнять те таблички, которые светятся розовыми. У вас будет 5-7 минут, плюс-минус после того, как вы прочтете кейс для того, чтобы определить риск и для того, чтобы написать описание риска. Напоминаю, риск более широко, описание риска более детально и четко по ситуации, что могло бы случиться. Только без привязки конкретно должностной, я имею в виду конкретно этой ситуации, а вот на основе этой ситуации вы у себя в организации выписываете конкретный риск вот в этом кейсе. Поэтому, коллеги, давайте я вам даю 5-7 минут, возьмите, пожалуйста, ручку, вы можете писать в чат свои ответы, и потом мы с вами это обсудим. Я прошу быть активными, мы с Ольгой будем вас приглашать к слову, поэтому, пожалуйста, готовьтесь и напишите себе кратенько или на листке, или в чате можете писать ответы. Пожалуйста, коллеги, 5-7 минут, буквально не больше, и потом будет возможность практически у каждого объявить свои результаты, как вы сформулировали коррупционный риск и как вы его описали. Можно отключить на это время видео, наверное, и микрофоны, они и так отключены, и через 5-7 минут мы возвращаемся. Если есть какие-то затруднения, пишите, пожалуйста, в чат или есть вопросы, но мне кажется, все предельно ясно. Коллеги, я, может быть, сейчас попробую вернуть просто на одну секунду, если вы прочитали уже кейс. Мы не успели прочитать кейс. А, не успели, все, 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 возвращаю. Я вам потом просто покажу ту табличку, где мы с вами описывали коррупционный риск и описание коррупционного риска. Когда вы скажете, что прочитали, напомните мне, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Коллеги, все прочитали кейс? Да, прочитали. Все прочитали, да? Окей, хорошо. Сейчас я быстренько вернусь, просто покажу вам тот слайд для примера, который мы с вами описывали риск. Вот он. Коллеги, по времени остаются три часа. Три-четыре минуты. Пожалуйста, ускоряйтесь. Спасибо. 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 Может быть, кто-то уже готов или мы еще две-три минуты дадим на подготовку, на формулировку риска и предоставим слово участникам. Писать можно кратко. Здесь не сама суть выписывания очень детальна. Здесь просто для того, чтобы вы поняли, как выписываются риски, как описание. Коллеги, минута осталась буквально. Спасибо. 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 Для информации, пока вы там пишете или думаете, единственное, что скажу, в принципе, я думаю, что мы еще столько дней презентации тоже это скажу. У нас разработано в агентстве в этом году типовые коррупционные риски как раз в части закупок. Там 25 рисков, которые разложены полностью на коррупционные факторы, на описание, на меры контроля, которые есть. Они, правда, на украинском языке, но, опять же, можно перевести легко. Я думаю, что они очень будут вам кстати, если вы будете вовлечены в работу коррупционным риском, потому что как раз работа с закупками, она присуща, в принципе, всем организациям. Мы над этим очень долго поработали с гражданским сектором, с экспертами, с международными экспертами и сами, и выписали это как раз в формате риск-реестра. То есть полностью весь заполненный риск-реестра для государственного конкретного органа и четко прописано, какие есть риски в закупках. Да, я соглашусь с Сергеем, что описание коррупционных рисков так же, как и описание типовых случаев конфликта интересов в разных сферах. Это прям тоже ключевой фактор для успеха в нашей работе. И поэтому нам тоже надо в Казахстане описать все коррупционные риски, все возможные в разных сферах, так же, как и все стандартные ситуации конфликта интересов. Я думаю, это поможет и усилить работу по превенции коррупции в госорганах в частности, в судах, в бизнес-секторе и так далее. Коллеги, все время вышло. Пожалуйста, кто может начать эту работу, кто представит свое описание коррупционного риска, да, сам коррупционный риск и его описание. Ситуация очень понятная, знакомая нам всем и достаточно часто происходящая в разных регионах, в разных госорганах и так далее. Поэтому как ни для кого актуальна. Кто начнет? Кто готов? Можно отвечать голосом, можно отправить в чат свой текст и тоже подключиться и объяснить ваш выбор в пользу того или иного варианта в той или иной редакции. Как бы вы описали, откручивая назад, возвращаясь, как бы вот коррупция случилась, да, то есть личная выгода стала приоритетом для госслужащего и он сделал свой выбор. Окей, такое бывает и тут все понятно, но он работал в организации, где есть этический кодекс госслужащего, где он подписывал все бумаги, он сдавал декларацию и так далее. И руководство несет ответственность за превенцию коррупции. И вы работаете в качестве уполномоченных по этике и много еще чего делается для того, чтобы коррупция не случилась, не происходила. Но вот это все-таки случилось. Что не было сделано? Вот как бы этот риск вы описали несколько там, скажем, месяцев или год назад для того, чтобы предотвратить вот вот эту коррупционную сделку? У кого какие варианты? Два слова, наверное, можно будет сказать? Конечно. Ага. Ну, в данном случае вот здесь подразумевает, что завышена цена на 21 миллион, допустим, да? Ну, наверняка в плане госзакупок уже была заложена завышенная сумма. Естественно, когда заложена большая сумма, то уже и закуп был произведен на завышенную сумму. То есть при... Здесь я просто не вижу, каким методом была проведена закупка, либо способом конкурса, либо по ценовым предложениям. Скорее всего, было предложено по конкурсу. То есть, когда конкурс был, то, естественно, при получении ценовых предложений уже были получены предложения с завышенной стоимостью. То есть, естественно, скорее всего, были аффилированы какие-то предприятия, которые были связаны с этим руководителем, ну, кто производил закуп, и, естественно, были приобретены именно у него. То есть, когда составлялся техспецификация, уже были заложены те пункты, под которые уже была подведена вот этот LED-экран на 32 миллиона. То есть, естественно, закуп будет произведен у этого именно предприятия, которое было аффилировано, либо подотчетно, либо кто-то состоит в этой компании, муж жена, муж сын, или еще кто-то. Естественно, она уже была, уже примерно предполагала, что будет закуп у него. Спасибо большое. А как бы Вы написали, что бы Вы написали в строчку «Коррупционный риск» в столбике и в описание коррупционного риска? Чтобы предотвратить вот эту коррупционную сделку. А, ну, правильно. В этом случае, я так думаю, что вообще в плане госзакупок должна была, не должна была эта сумма стоять. Смотрите, Дара, как бы просто Вы его назвали? Вот Вам дальше нужно будет работать, и Вы дальше будете придумывать, что сделать так, чтобы такого больше не случалось. Но Вам его нужно сначала назвать. Можно я добавлю здесь? Конечно. Да, пожалуйста. Надо, наверное, перед тем, как объявлять конкурс, или же вот этот план, перед тем, как заполнять, они должны были, наверное, осуществить мониторинг цен. Поэтому, я думаю, коррупционный риск здесь, наверное, мониторинг цен провести. Ну, это уже, скажем так, мера, которая упредила бы риск. Хорошо. У нас есть еще мнение из чата. Давайте я их озвучу. Да, комиссия... Так, коллеги делятся своими мнениями, своими решениями. Одно из них, все участники данного дела звено одной цепи, то есть это сговор, то есть есть какое-то, ну, какое-то преступное сообщество внутри организации, аффилированные бизнес-компании и так далее, и так далее. И все, естественно, знают о том, об этой схеме, все работают, выполняют свои функции в этой схеме. Вывода бюджетных денег в рамках процесса госсоокупок – это одно из мнений, но тоже нет озвученной редакции коррупционного риска. Гульнар пишет, что изначально нужно было провести комиссионную экспертизу технической спецификации, да. Ну, то есть это как бы последствия, вы согласитесь со мной, Гульнар, что уже коррупция случилась, факт есть, и, естественно, да, наверное, можно было бы на момент госзакупки провести комиссионную экспертизу, но как не довести вообще даже до вот этой комиссионной экспертизы, чтобы даже не было проблем со спецификацией и так далее. Вот, возможно, как вариант, да, какие-то, какая-то дискреция полномочий вот этого госслужащего, да, то есть его функции входят слишком много, и они слишком широко расписаны, и он может манипулировать техспецификацией, суммой поставки, выбором поставщика и так далее. То есть мы о широкой дискреции госслужащих, как одной из сфер конфликта интересов, завтра будем говорить, но здесь тоже это вероятно. Нариман делится своим мнением. Коррупционный риск – это вероятность злоупотребления служебным положением, описание коррупционного риска. Коррупционный риск. Нариман, я, да, озвучиваю редакцию. Вероятность злоупотребления служебным положением при осуществлении государственных закупок. Это вот редакция коррупционного риска. Описание коррупционного риска. Приобретение товара по завышенной цене путем составления нужной техспецификации, согласно которой закупку может выиграть нужная компания по завышенной цене. То есть вот у нас есть редакция и есть описание коррупционного риска. Татьяна. Коррупционный риск. Неправильное бюджетное планирование. Есть и такой вариант. Татьяна, пожалуйста, описание коррупционного риска вы можете тоже дослать в чат, чтобы была полная картина. Силхан Серикбаев. Здесь упущение в вопросе конфликта интересов. Своя же была и фирма. Ну да, тоже вполне вероятно, что и конфликт интересов, и аффилированность, все это на виду, все это можно было вычислить по декларациям и по связям в открытых базах данных. Но, естественно, при анализе коррупционных рисков никто этим не занимался. Вот, поэтому это случилось. Ну, пока вот все варианты. Кто, коллеги, хотел бы еще раз голосом подключиться и назвать свои варианты? Коллеги, есть еще варианты? В принципе, очень правильно. Ваши коллеги назвали голосом, здесь написано тоже очень правильно. можно очень широко описывать, можно чуть-чуть короче, но вопрос касается как раз завышенной цены. И вот хороший пример тоже нам представила Татьяна, потому что она написала про неправильное бюджетное планирование. И это то, о чем мы говорили, что очень важно формулировать риск и описывать риск более детально. Потому что неправильное бюджетное планирование, да, широко, может это как бы привело к тому, что, значит, завышенная цена и так далее. Но если мы озвучим неправильное бюджетное планирование коррупционный риск, то мы дальше не будем знать, что делать. Потому что это может быть неправильное планирование, потому что люди, которые занимаются планированием, непрофессионалы и просто неправильно спланировали бюджет. И даже если была сумма завышена, то в принципе с нее никто бы не заработал денег. Просто неправильно заложили деньги в бюджет, неправильно провели оценку рынка изначально и так далее. Здесь немножечко другое. Коллеги, давайте двигаться дальше, потому что у нас много еще моментов. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как мы это определили, для того, чтобы было более понятно и четко, с каким риском мы дальше работаем. То есть мы определили это как вероятность завышения ожидаемой стоимости закупки, но и более детально уже в описании риска описали, что мы конкретно подразумеваем под этим конкретным риском. Здесь все понятно, коллеги? Можно я тут добавлю, Активель, насчет правильности планирования бюджета. К сожалению, у нас иногда бывает так, что специалисты, которые занимаются вопросами госзакупа, они изначально рассчитывают, ну не то что рассчитывают, а предполагают, что могут конкурсы не состояться. Иногда у нас конкурсы, например, в начале года бюджет когда закладывается, деньги выделяются, иногда наши конкурсы доходят до завершения года. То есть в конце года проходят вот эти вот закупы. И чтобы освоить все вот эти деньги, конечно, они идут на какие-то нарушения. Понимаете как, поздно бюджет формируется, поздно это, отменяются эти компании, приходят не совсем добросовестно, студебный тяже вы идут. Тут очень много моментов. Понимаете как? Конечно, конечно, понимаем, поэтому нужно очень более детально разбить каждый риск для того, чтобы можно было с ним работать, чтобы все понимали, что где есть конкретно проблемы. Если у вас проблема, например, что в любом случае по тому, что работники закладывают изначально там побольше суммы и потом планируют получить какую-то выгоду из этого, то каким методом это будет существоваться? Если это метод завышенной ожидаемой стоимости, вот вам, пожалуйста, риск, который мы описали. Если это будет какой-то другой метод, мы его продумываем, описываем. То есть мы смотрим вперед, смотрим глазами этого человека, как он может, скажем, это коррупционное правонарушение осуществить. Коллеги, давайте дальше, потому что у нас не так много времени осталось, а мы хотим пройтись по всем рискам. Я напоминаю вам практическое задание. И дальше у нас задача написать фактор, факторы коррупционного риска. Здесь он, я думаю, что не один. И вам повторите, что такое фактор коррупционного риска? Или вы все помните? Повторите, пожалуйста, если не сложно. Абсолютно не сложно. Я думаю, кейс вы плюс-минус запомнили. Сейчас одна секунда. Мы вернемся к фактору. Вот. И вы увидите, на какие вопросы вам нужно ответить для того, чтобы написать фактор риска. То, что вы говорили, кстати, по поводу отсутствия, возможного отсутствия контроля за планированием, тоже может быть в том числе фактором риска. Я думаю, что мы перешлем вам презентацию для вашей работы. или подготовим на основе этой презентации какие-то другие материалы в виде рекомендаций или методических не инструкций, но просто каких-то советов для того, чтобы можно было далее использовать. Ну и, конечно, мне кажется, что управление конфликтом интересов и оценка внутриорганизационных рисков у нас настолько не детализировано, что это плохо для вас и для тех, кто занимается превенцией коррупции в госоргане. Поэтому это требует на уровне, наверное, ну может быть не законодательного, но на уровне подзаконного акта изменений. Мы тоже, наверное, будем эту работу как-то инициировать и продолжать, потому что похоже, что вот эти меры превенции как раз не срабатывают для того, чтобы предотвратить коррупцию. Есть, конечно, и другие факторы, будем говорить о них в ближайшие два дня, но вот оценка коррупционных рисков и управление конфликтом интересов это прям вот такие базовые-базовые вещи в превенции коррупции. Еще раз, много раз уже повторила это, но без этого никуда. Коллеги, может уже кто-то готов? Давайте будем обсуждать, чтобы не тратить время, какие у кого есть мысли. Коллеги, как всегда, можно в чат, можно включить микрофон и голосом. Мы просто очень-очень просим вас быть активными, потому что, по сути дела, от вашей активности зависит эффективность антикоррупционных реформ. Если вы, занимая вот эту должность, уделите больше внимания и время оценке коррупционных рисков и правильно спланируете работу по их нивелированию и измените ситуацию, коррупции будет меньше, это абсолютно точно. Кто готов уже представить свой вариант? У нас осталось прям совсем немного времени, и мы уже движемся к завершению практического задания первого дня, поэтому были бы признательны, если бы кто-то озвучил свои варианты, и мы бы пошли дальше. Нариман, Фарида, Татьяна, есть ли у вас варианты? Вы прекрасно справились с предыдущим практическим заданием, и мы рассчитываем, что и здесь вы тоже уже подготовили вариант своего фактора коррупционного риска. Резагуль, пожалуйста. Коллеги? Силжан, Серегбаев, у вас была прям прекрасная, прекрасный вариант коррупционного риска. Если позволите, я позволю, попробую. Всегда, конечно, коррупционный риск – это человеческий фактор. В основе человеческих, вот именно человеческих факторов, как я уже ответил сейчас, это здесь вот суд полагает, что была, как там написано было, ну, подставная своя фирма. Вот здесь конфликт интересов мы пропустили. Фактор – это конфликт интересов. Надо было более тщательно проверить, кто допускается в государственной закупке. И, конечно же, вот здесь описано, фактор то, что непосредственно контактирует раз своя фирма, все они как бы согласовывают и специфику при госзакупках. Человеческий фактор – конфликт интересов. Да, не только человеческий фактор, но тут, наверное, и упущены варианты, связанные с декларированием. Да, то есть понятно, что госслужащий, наверное, получает одну зарплату, а уровень жизни у него не соответствует уровню зарплаты. Поэтому это все должно быть отражаться в декларации. И, кстати, коллеги, скажите, имеете ли вы доступ к данным деклараций? Потому что это тоже выявляет конфликт интересов. Это очень хороший индикатор вообще, связанный с конфликтом интересов и так далее. Поэтому тоже поделитесь своим опытом. Я зачитаю вопрос от Гульнар, мнение Жан Дельтина. Это несовершенство закона о закупках, неэффективный внутренний контроль. Это ее редакция факторов коррупционного риска на реман. Отсутствие объективных маркетинговых заключений или исследований по текущей цене на товар на момент осуществления закупок. Сергей, вы на связи? Вот, по-моему, два, очень три у нас есть очень хорошие редакции факторов. Да, еще можно я дополню? Конечно, конечно. Наверное, еще, возможно, истребование дополнительных документов, которые не являются основанием для отказа. Коллеги, смотрите, тут мы как раз говорим о факторе. Это те условия, скажем так, которые могли привести к конкретному правонарушению. Отвечу очень кратко по человеческому фактору. Да, человеческий фактор есть практически во всех коррупционных рисках. Но мы стараемся вот с опыта максимально его не брать во внимание и выписать все возможные факторы без человеческого фактора. Потому что он всегда, в принципе, остается, мы его всегда держим в уме, но мы всегда стараемся выписать те факторы, которые все-таки без человеческого фактора могут повлиять на возникновение коррупционного риска. Мне очень понравился ответ вот и Гульнар, например, который написал про эффективный внутренний контроль. Поэтому, коллеги, вот я сейчас вам, в принципе, открою наш вариант. Опять же, факторов риска может быть много. Не берите то, что мы написали, как пример, который стопроцентно закончен. Здесь, если внедряться в эту проблему, очень много можно больше описать факторов и так далее. И дальше мы будем разговаривать про существующие меры контроля, можно очень долго еще придумывать меры контроля. Это пример, это кейс для того, чтобы вы поняли, как работать с этим риск-регистром, что такое описание и как правильно его сделать. Какие есть конкретно факторы коррупционного риска и как их выписывать. Коллеги, поехали дальше. А, значит, ну и прокомментировать, вот мы уже говорили про отсутствие системы внутреннего контроля. И видите, вот мы на четвертом месте, то, что вы говорили, недобросовестных должностных лиц, мы оставляем, мы его всегда оставляем. Но мы стараемся его поставить на самое последнее место и написать все конкретные факторы или там источники, из-за которого риск может возникнуть до этого момента. Почему? Потому что с недобросовенностью должностных лиц очень тяжело работать. Просто очень тяжело работать. И, ну, лучше, скажем так, сделать максимально все меры для того, чтобы у человека не возникло вообще, в принципе, никакой возможности этим риском воспользоваться. Согласна, соглашусь, что дискреция, вот полномочия на первом месте, и, наверное, при описании, там, практического большинства рисков, дискреционные вот полномочия, очень широкое толкование. Это действовать по своему усмотрению для госслужащего, это будет одним из таким, ну, достаточно часто появляющихся факторов коррупционного риска. Ну, вы сами знаете, наверное, на практике каждый день с этим сталкиваетесь. Сергей, дальше, пожалуйста. Коллеги, дальше мы говорим про существующие меры контроля. Какие, по вашему мнению, уже есть меры контроля, которые, в принципе, должны были предотвратить этот риск, но как бы его не предотвратили? Мы помним, что такое существующие меры контроля. Это может быть нормативная база, это может быть какие-то специальные алгоритмы, это может быть запланированный, там, я не знаю, аудит и так далее. Мы не знаем из этой прям фабулы, что конкретно есть в этой конкретной организации, потому что мы же не делаем, не проводим прям полноценную оценку риска. Но давайте просто подумаем, чтобы, как вы думаете, в части нормативки, наверное, вы можете определить плюс-минус, в части каких-то внутренних процедур вы можете подумать, есть ли у них или нету их. У нас здесь нету правильного ответа, точного, потому что мы не делаем полную оценку, но для того, чтобы сложилось понимание, нужно написать существующие меры контроля. Коллеги, вот это вот, наверное, проще всего, и уже наверняка у многих из вас есть готовые ответы. Просто вот первое, второе, третье, вот прям буквально очень кратко, если можно, из своего опыта и так далее, потому что по мерам контроля, конечно, достаточно много у нас делается. Есть, конечно, неэффективные меры контроля, но я думаю, что вот эта ситуация более-менее понятна, какие меры контроля можно применить. Ульнар пишет, формирование в компании отдела мониторинга цен, как одна из мер контроля отличной. Если мы пишем про существующие меры контроля, мы презумируем, что это уже есть. То есть в компании, потому что мы оцениваем то, что уже существует, а новые меры, вот, типа, если, допустим, этого отдела мониторинга цен, например, нету, то мы это потом предложим в конце. А сейчас мы презумируем, что, вот если я Гуляр написала, то мы презумируем, что в компании уже есть отдел мониторинга цен, который качественно подходит к определению цены в плане. И я бы тут еще сказала, что издержки, да, то есть, ну, антикоррупционные реформы тоже не должны стоить достаточно много для общества и для госорганов, то есть меры должны быть эффективны. Поэтому, да, вот вопрос издержек и новых затрат, и новых расходов тоже, ну, держите всегда вот в уме. Публичное обсуждение закупа. Прекрасно. Еще варианты, Фарида, Гунар, спасибо большое. Есть ли еще варианты, коллеги? По мерам контроля. Двигаемся дальше. То, что мы написали, общественный контроль, ну, в принципе, похоже, написали публичное обсуждение. Общественный контроль, мы знаем, у вас тоже есть, и есть очень часто, когда представители гражданского общества видят какие-то нарушения и от них уведомляют. Обязательное проведение конкурентных процедур закупок, регламентация процедуры проведения закупки в соответствующих формативно-правных актах. То есть, скорее всего, есть какие-то регламенты, уже точно составленные, как правильно должна проходить закупка, но это не дало своего результата. Алма, да, секундочку, сори. Алма открытый бюджет из Садыкова предложила, да, хороший вариант. Но я бы, с нашей точки зрения, предложила план госзакупок отправлять в редакции СМИ, потому что сейчас у нас очень популярная практика у журналистов анализировать госзакупки и объявления о госзакупках. И, собственно, многие госзакупки потом просто прекращаются как таковые, потому что СМИ опубличили вот эти планы, и они просчитали, взяли цены, сравнили на разных рынках у разных поставщиков и сделали какую-то работу, да, вот, может быть, за отсутствующих сотрудников в госорганах и просто намекают на то, что эти госзакупки проблемные. Поэтому, если одна из мер будет отправить план госзакупок в СМИ и попросить там, да, или, ну, почаще, как бы, мотивировать журналистов писать о госзакупках, проблем будет меньше на самом деле. Все, движемся дальше. Движемся дальше, коллеги. Значит, мы с вами оценили, идентифицировали риск, уже с вами написали факторы, уже существующие меры контроля. Дальше нам нужно его оценить непосредственно. И для оценки мы, вот, следующее задание, нам нужно будет написать вероятность реализации коррупционного риска, уровень, значит, последствий, и ставить табличку, какой у нас уровень получился у этого конкретно коррупционного риска по вашему мнению. Опять же, это вы субъективно сейчас оцениваете, мы не имеем, не предполагаем информации, сколько таких проблемных моментов было выявлено, или сколько таких закупок было сделано с завышением цены, вот, но вы можете себе по своим органам предположить какие-то цифры, и давайте вспомним, что вероятность реализации коррупционного риска высчитывается, если чаще выявляется, то у нас высший риск, если никогда не было выявлено, это низкий риск. То же самое последствия, если есть последствия для высокие финансовые или лепутационные последствия, это высокий риск, если практически не влияет на последствия, это риск низкий, и от этого же и берутся баллы для калькуляции. Если вам нужно, я могу вернуть табличку для калькуляции вверх. Я думаю, что нужно, да, на несколько минут вернуть по оценке, там ничего сложного, конечно, но вот. Да, вероятность, последствия, уровень риска. Вот, смотрите, коллеги, мы с вами говорили про, значит, вероятность, и, смотрите, низкая 1 балл, средняя 2 балла, высокая 3 балла. Я думаю, что это очень легко. То же самое касается последствий. Низкий 1 балл, средний 2 балла, высокий 3 балла. Эти баллы умножаются, и мы получаем уровень риска. И можете написать, какой у вас получился результат. Уровень риска. И почему так? Коллеги, я думаю, что мы уже можем двигаться дальше, здесь, в принципе, нет ничего сложного. Значит, варианты, Алма 6-9, так оценила риск, то есть это высокий, да, в вашей калькуляции это высокий риск. Гульнар пишет, возможный судебный процесс, риск высокий. Есть какие еще варианты, коллеги? Девять, Силхан Сирикбаев, оценивает как максимально высокий риск. Ну, то есть все три варианта предложенных, это оценка, это высокий риск. Других вариантов нет. Мы тоже вместе с вами оценили этот риск как высокий, потому что в закупках в целом мы посчитали, что у нас в стране очень много таких нарушений происходит, поэтому вероятность очень большая. Ну, и потери очень сильно материальные, поэтому тоже высокий риск, поэтому и у нас в деле. Переходим дальше. Переходим дальше, и дальше мы переходим ко второй части нашего риска реестра. Это уже мы конкретно с вами, коллеги, когда мы его оценили, что у нас действительно высокий риск, нам нужно что-то с ним делать. Поэтому здесь мы должны написать меры по устранению и минимизации коррупционного риска и индикаторы их выполнения. То есть мы можем написать, что конкретно нужно сделать и что было бы сделано как индикатор для того, чтобы этот риск уменьшить или устранить. Вы сегодня, когда мы с вами разговаривали, вы уже сами предлагали изначально какие-то мероприятия для того, чтобы этот риск устранить, проводить там, например, проверку контрагентов или дополнительный контроль водителей, еще что-то. Это все меры, которые сюда нужно записать. Поэтому, коллеги, я даю вам буквально две минутки, пожалуйста, подумайте, запишите, напишите в чат и давайте их обсудим. Этот блок, он самый большой и, честно говоря, он самый важный. В конце процедур нам очень важно выписать очень четкие, понятные, измеряемые, помните, значит, меры. Так, коллеги, есть ли уже готовые ответы? Мы видим, что уже 8 минут. Коллеги, вы можете просто хотя бы по одному написать с вашего мнения. Да, по одному. Пожалуйста, голосом можете включить микрофоны и прям очень-очень мера по устранению. Это на самом деле самый важный раздел в риск реестре, потому что это подорожная карта действий. Что нужно сделать в госоргану, чтобы избавиться от этого риска, сделать риск, поменять цвет риска, нивелировать его, убрать, чтобы не было вообще даже намека на него. Это сложно, конечно, сделать, но какие-то меры все равно возможны. У кого какие варианты, коллеги? Пожалуйста, в конец первого дня мы понимаем, что вы все устали, но давайте завершим это практическое задание. Я уверена, что потом на практике вы вспомните о нем и будете рады применить вот эти меры. Так, Нариман. Разработка правил по определению маркетинговых заключений при осуществлении закупок. Прекрасная мера по устранению. Еще какие варианты, коллеги? Кто дополнит этот список? Я бы от себя сказала пересмотр, может быть, должностных полномочий госсотрудника, который занимается госзакупками для того, чтобы сократить дискрецию, увеличивать стоимость, менять спецификацию, привлекать фирму какую-то свою аффилированную и так далее. Татьяна. Варианты предлагает Мир. Отличный тоже, на мой взгляд. Повышение квалификации, проведение работы со специалистом по закупкам. Отлично. Еще какие варианты, коллеги? Совершенствование бизнес-процесса предлагает Алман. Вот очень хороший пример, Алман. Совершенствование бизнес-процесса. И тут очень важно понимать, что когда совершенствование бизнес-процесса, оно должно быть унормировано. Потому что мы можем с вами говорить о совершенствовании бизнес-процесса, но должна быть какая-то политика внутренняя, то есть порядок. Мы придумали, как усовершенствовать процесс. И должен быть какой-то документ, который это подтверждает, дает алгоритм работы. Цифровизация процедур прекрасна. Да, прекрасна, согласна с вами. Прекрасна. Ну, достаточно, по-моему, большой пик. Да, достаточно хороший перечень. Коллеги, смотрите, пожалуйста, на наши варианты. Очень-очень много. Да, ну, это такие примерные варианты, то, что мы бы взяли как мероприятие. И тут очень важно, чтобы вы видели, что мероприятие – это как бы действие и конкретные индикаторы по выполнению. То есть по результатам мониторинга составлен отчет, который добавлен в состав обоснования необходимости внесения закупки годового плана. Ну, и так далее. Или отчет, который составлен, и он доведен до сведений руководителя. То, что я вам сказал про внутреннюю политику. То есть внутренняя политика, допустим, по оптимизации процесса всех была разработана, и кроме этого она была внедрена в работу органа и поддержана руководителем. И была обеспечена, была обеспечена обязательность ее выполнения. Коллеги, есть? Спасибо. Да, Силва, я хочу просто еще немножечко, да, вот отличные предложения от Сейрухана Селикбаева. Изначальная проверка руководителя на капсогене с декларацией о доходах. Ну да, то есть доступ к данным декларации. Вы нас ориентируете, у вас есть этот доступ к декларации, потому что у нас нет декларации вообще, ну, как бы в публичном доступе. У вас-то он есть этот доступ или нет? Поэтому это тоже очень важный фактор для, ну, оценки рисков. И Сингис предлагает такой вариант подключения нейросети, которая будет мониторить, выводить среднюю стоимость товаров на рынке страны. Ну, отличный тоже вариант для установления адекватной цены. Все, по-моему, вариантов нет. У нас, в принципе, все. Дальше нам, в принципе, нет смысла с вами работать, потому что тут уже сами органы обеспечивают ответственность и необходимые ресурсы, срок выполнения. Если кто-то написал, что нужно, например, отцифровать какие-то процессы, то здесь, конечно, необходимый ресурс, потому что сделать какой-то софт нужно будет купить или заплатить компании, которая разработает какие-то цифровые решения. Ну, а если это просто мониторинг цен, работа своих коллег и разработка внутренних политик, это дополнительные ресурсы какие-то не нужны, это можно своими силами нужно будет сделать. Поэтому тут все мы указываем. Спасибо. Коллеги, вот мы, в принципе, с вами сделали риск-регистр. Вы все молодцы. Я надеюсь, что информация была информативной. Поверьте мне, это не просто выучить управление рисками за два часа. Это, в принципе, нереально. И это надо прощупать, попробовать провести несколько раз оценку рисков для того, чтобы ощутить, как качественно ее проводить. Но с этой методологией, я надеюсь, вам станет легче. С презентацией вам организаторы, я думаю, разошлют ее. Поэтому, коллеги, всем спасибо за внимание. Надеюсь, было неплохо.